Ну а перед началом видео хочу сказать огромное спасибо от себя и от лица всего нашего сообщества Питеру, Сомику, Алексею Котову, Тори Блэку, ну и конечно же Вовке СПБ Спасибо, что поддерживаете наш канал, безусловно мы будем стараться для того, чтобы контент на нем с каждым разом был все качественнее и лучше Ну а теперь переходим к ролику Воины света, воины добра Никогда такого не было и вот опять У нас на календаре 3 марта, снова прошла очередная неделя И мы готовы подвести итоги этой недели Скандалы, слухи, моды, разоблачения Rockstar Games У аппарата Сократ, как уже было ранее сказано Погнали Ну а начну я прежде всего с онлайна На этой неделе у нас был онлайн 70 тысяч человек 46 тысяч из стима Остаток у нас из лаунчера и эпик геймса Ну в принципе неплохо, стабильный результат Ждем обновление, которое должно появиться уже в этом, этой весной И надеюсь, что оно привлечет в игру как можно больше и новичков И старички соответственно к нам подтянутся Так как пока на данный момент активность в игре оставляет желать лучшего Ну и переходим непосредственно к обновлению Карта сокровищ в подарок за прохождение ежедневных испытаний Пройдите все 5 испытаний и получите карту сокровищ Награда станет доступна в течение 48 часов С момента прохождения испытаний карту можно будет забрать из сейфа в лагере Или получить по почте На 50% больше опыта роли самогонщики За задания по продаже самогона Сюжетные задания для самогонщиков И задания по бутлегерству Чтобы взять одно из этих заданий Посетите хижину самогонщика И поговорите с Мэгги Ну или с Марселем для того, чтобы продать До 8 марта приобретите бандитский абонемент 2 уровня Соответственно вторая часть 2 уровня Вам сразу же будут начислены прибавки к опыту клуба Соответствующие 10 уровням Награды клуба появятся в разделе бонусы В течение 48 часов С момента покупки бандитского абонемента И напомню, что он действует до 10 марта Определенные призы и подарки будут доступны до 31 марта А по поводу сюрприза, подарок, сюрприз На данный момент в игре его нет Он будет доступен и реализован в тот момент Когда будет следующая часть бандитского абонемента Также у нас скидки 40% на охотничий лук и удочку Скидки 30% на все жилеты и патронтаж Скидка на 25% на все 3 арабские лошади Также бонусы для подписчиков Twitch Prime Если вы связали свою учетную запись социал клуба и Twitch Prime Получите сумку коллекционера Как всегда улучшенный медный вистиллятор Прибавка к опыту для самогонщиков Равняющийся 5 уровням ролей Награды появятся в разделе бонусы В момент 48 часов после выхода в игру Точнее входа Бонусы для подписчиков PlayStation Plus Также в силе до 1 июня Вы получите 3 карты способностей На ваш выбор Награды появятся в разделе бонусы Это что касается этой недели Скидок бонусов и акций Забавный момент Для тех кто не в курсе В Red Dead Online у кобыл появились яички Еще до выхода Red Dead Redemption 2 Разработчики сказали Что у жеребцов на морозе Будут сжиматься яички лошади И это вызвало кучу шуток Мемов и так далее Так вот теперь появился баг Который добавляет этот Назовем так мужской атрибут Женским породам лошадей Не всем А некоторым И арабским в том числе За 42 голды Да 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 Вот такой вот момент Заметили у нас разработчики И заметили это На Red Dead И человек под ником AramPage76 Ну и как всегда Рубрика Внимание читеры Игроков стали банят за открытые хакерские сундуки Пользователи открывают сундуки Расставленные злоумышленниками по всей карте И получают за это баны 30 суток с обнулением аккаунта На днях игроков из Red Dead Online Начали поступать сообщения О появлении загадочных Не требующих карт сундуков с сокровищами После открытия Вы можете получить достаточно продолжительный бан И удаление персонажа со всем его добром Если предложение Что эти липовые сундуки В Red Dead Online Спаунят читеры Которые вооружились чит модом Под названием Z-Genny Menu Учитывая что где-то с 15 февраля Rockstar Games Начали активно банить читеров и хакеров Ни в чем не повинны игроки Притронувшись к этим сундукам Могли быть распознаны системы античита В качестве нарушителя Некоторые честные игроки Отмечают что получили Пожизненные баны Они пытаются связаться с поддержкой Rockstar На данный момент Все утилия тщетны В общем ситуация с GTA Online повторяется один в один Читеры творят все что им заблагорассудится Но страдают от этого честные игроки Которые просто оказались не в том месте И не в то время Будьте внимательны Не открывайте сундуки Находящиеся за пределами карт сокровищ А карты сокровища всегда подсвечиваются И сундук становится вопросительным знаком Когда вы к нему приближаетесь Больше я не советую ничего открывать Прилетают баны фактически сразу Rockstar сменили домашнюю страницу Добавили несколько интересных артов К чему бы это не важно Но походу готовятся к чему-то большему Как раз появились слухи на фоне того Что Е3 собираются отменить В связи с коронавирусом Который сейчас бушует Так как чемпионат по Counter-Strike В Южной Корее был отменен И игроки играли без аудитории Без зрителей В прямом эфире 10 человек и 2 оператора Вот весь чемпиона То есть на данный момент Есть такое предположение Есть опасение Что Е3 отменят из-за коронавируса Но тем не менее Rockstar решили вооружиться И что-то готовят Скорее всего это будет GTA 6 Либо будет 2 Ну в чем я сомневаюсь Я больше уверен К анонсу GTA 6 И на Е3 я бы его уже ждал Ну или по крайней мере Если не будет Е3 То какая-то презентация от Rockstar Должны уже показать нам Трейлер этой игры Обязательно Обязательно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки этому видео Заходите к нам в Discord PvP PvE турниры Доставка тележек Грабеж других тележек Огромная комьюнити Отзывчивая администрация Целая куча ролей Дискорд в котором Небо рыжит читами И сразу их блокирует Читаков Накрутчиков И так далее Только в нашем Дискорде Мы следим за порядком И прислушиваемся К общественному мнению Обязательно Подписывайтесь на канал И ставьте лайк Этому видео Для того чтобы Замотивировать Автора ролика На съемке Продолжение Спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok